В нашем районе местные власти уделяют особое внимание развитию здравоохранения. Здесь нет мелочей, важно всё. Отличные кабинеты, современное оборудование, квалифицированные специалисты-медики. Всё это вместе взятое помогает оказывать медицинские услуги на высоком уровне, как в районном центре, так и в сельских поселениях. Самой большой в районе станицы Петровская есть участковая больница. В ней обслуживаются не только петровчане, но и жители близлежащих сельских поселений. Предоставление качественной медицинской помощи невозможно без поликлиники, отвечающей требованиям времени. Решение этой проблемы стало возможным после обращения станичников к депутату Государственной Думы России Ивану Демченко с просьбой сделать капитальный ремонт старого двухэтажного здания больницы. Депутат пообещал помощь, и его слово не разошлось с делом. Все вместе, депутат Госдумы, руководители нашего района и поселения, приложили максимум усилий, чтобы обрёл второе рождение сначала первой, а сейчас и второй этаж здания. И приятно, что благодаря поддержке Ивана Ивановича, за его личные деньги, сделан капитальный ремонт второго этажа. Благодаря поддержке нашей ЦРБ мы вместе приобрели дополнительную мебель. И вот следующее поручение, которое нам ставит Иван Иванович, это приобретение УЗИ аппарата, потому что мы понимаем, да, правильнее болезни профилактировать, чем потом их лечить. Поэтому я вас поздравляю с этим радостным событием. Здоровье – это главный приоритет в нашей жизни. Большой шаг вперёд сделало здравоохранение Петровского сельского поселения. Так считает глава поселения Владимир Михайленко. Сегодня у нас есть прекрасная поликлиника. Вы пройдёте, посмотрите, где действительно евроуровень. То есть переполняет душу вот эта вся радость. Они только моя и нас всех, кто здесь работает. Вот доктора вообще довольны. И я вас поздравляю с этим замечательным событием. Заведующая Петровской участковой больницей сердечно поблагодарила всех, кто внёс свой весомый вклад во второе рождение поликлиники. Капитальный ремонт прошёл в такие кратчайшие сроки. Мы рады, что осенью мы заходим в такое прекрасное светлое здание, в такие кабинеты просторные, когда наши станичники смогут получить медицинское обслуживание в таких замечательных кабинетах. Все условия, которые соответствуют стандартам. Я думаю, не каждая районная больница края может похвастаться такими замечательными кабинетами, такой мебелью, оборудованием, как у нас сегодня. После самого торжественного момента открытия, перерезания красной ленты, глава Славянского района вместе с сотрудниками поликлиники и пришедшими на праздник петровчанами осмотрел кабинеты второго этажа. Действительно, всё здесь красиво, удобно и современно. Новые условия работы по достоинству оценили медики. Здесь очень всё хорошо, всё новое. Хочется работать, настроение хорошее. Для них в холле тоже сделано, что дети могут посидеть спокойно, мамочки успокоятся. У нас теперь есть кабинет матери и ребёнка, где мама может грудным ребёнком зайти, покормить ребёнка, переплинать, памперс поменять, что-то там такое. Всё это есть и переусловия у нас, конечно, хорошие. Всё сделано, чтобы посетителям, прежде всего мамам с детьми, было удобно на приёме. Очень красивое здание, светлые, большие кабинеты. Очень приятно и деткам заходить. Всё продумано до каждых мелочей. И хотелось бы выразить огромную благодарность тем людям, которые непосредственно занимались. О нуждах петровчан реально заботятся. Прекрасное помещение поликлиники, в отделке которого применялись качественные материалы, вызывает самые положительные эмоции. Прежде всего переполняют огромное чувство благодарности к тем людям, которые всё это сделали. И, конечно, переполняют чувство радости за наших петровчан. Очень рада за жителей станицы Петровской. Спасибо всем огромное. После открытия обновлённой поликлиники все её плюсы сумеют оценить станичники. Преображённое здание с просторными кабинетами придётся им по душе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков. Программа События.